Дорогие телезрители, вы также можете подключаться к разговору. Пишите нам на почту в социальных сетях и на мобильный мессенджер WhatsApp. Координаты вы видите на экранах. И сегодня мы рады поприветствовать заместителя председателя агентства по делам государственной службы противодействия коррупции. У нас в студии Олжас Бегтенов. Добрый вечер, Олжас Абайович. Добрый вечер. Спасибо. Как буквально только что сообщили коллеги в новостях, рассказали замначальнику УВД от РАУ подозревают в получении взятки. Задержали чиновников из транспортного контроля в Алматинской области. Видео этих задержаний, кстати, сейчас на наших экранах. Насколько я знаю, за эти дни 17 человек поймали на коррупцию. Но об этом еще подробно расскажут в программе «Итоги дня» мои коллеги. А сейчас мне вот что интересно. Эти подозреваемые, которых уже словили на месте преступления, мы их ведь не всегда берут под стражу. Когда будет, скажем, введены определенные чипы для того, чтобы они, скажем, не сделали все возможное для того, чтобы избежать этого наказания? Да, действительно, вы правы. Не всегда применяется мера пресечения в виде содержания под стражей. Напротив, сейчас из года в год применение данной меры пресечения, ареста, она из года в год сокращается. Глава государства, вы знаете, объявил курс на гуманизацию уголовного законодательства. В своем послании текущего года он еще рассказал о необходимости гуманизации. И мы сейчас держим курс на снижение репрессивности уголовного процесса. Это касается и коррупционеров? В том числе и коррупционеров. Это не касается сумм, скажем, или ущерба для государства? Есть там много миллиардов. При избрании меры пресечения учитывается ряд факторов. Но не всегда человека нужно изолировать от общества. Есть и другие меры пресечения. Залог, подписка о невыезде, домашний арест. То есть заключение под стражу – это крайняя мера. Когда есть основания, что человек может воспрепятствовать ходу расследования, либо скрыться от органов расследования, тогда применяются санкции суда, применяется содержание под стражу. Относительно гуманизации и ужесточения мы еще поговорим сегодня в программе. Вот такая есть интересная цифра. Transparency International уже много лет составляет известный рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции. Он состоит из 180 государств. Так вот, Казахстан в этом списке сейчас на 122 месте. Это говорит о том, что ситуация, мягко говоря, нерадушная. И результаты работы вашего агентства это только подтверждает. Внимание на экран. В этом году в Казахстане во взятках подозревают более 30 Акимов и заместителей. Такие данные озвучили в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Уже с начала года по стране прокатилась волна громких задержаний. Например, летом при получении взятки поймали Акима Ордобасинского района Туркестанской области. Рашид Кайбжанов подозревается в получении 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации. В этом же регионе глава города ЖТСАЙ Байдаула Базарбаев прославился презентацией туалета за 3 миллиона тенге. Суд признал его виновным в получении взятки в 200 тысяч тенге и приговорил к штрафу в 12 миллионов. На три года лишился свободы и заместитель Акима города Кентао в Алматы вынесли приговор экс-главе акционерного общества ЕНПФ Руслану Ердинаеву. За получение взятки ему было назначено 12 лет лишения свободы. И вот, честно говоря, вот только последний персонаж этой видеоподборки, птица еще более-менее высокого полета. Все остальные, скажем так, чиновники среднего звена. Я знаю, что этим недоволен юрист Серик Беркамалов. Он известный юрист вот в этом отношении. И он сейчас в Алматы. Но поскольку мы онлайн, то готовы выйти с ним на прямую связь. Серик, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Серик, скажите, пожалуйста. Я вот в этой связи... Да-да, слушаем вас. Я хотел бы спросить. Вот складывается такое впечатление, что все показатели работы вашего ведомства, они строятся больше на задержаниях таких мелких чиновников. Там Акимы разных уровней, там районов, поселков, сотрудников ЕЦОНов. А когда мы услышим о задержании крупных чиновников, там уровней, там, не знаю, министров, замминистров, и что делается вот именно в этом направлении. Спасибо. Я отвечу. Во-первых, насчет Transparency International. Действительно, вы правильно сказали, мы занимаем 122-ю позицию. Но прогресс очевиден. Мы впервые в рейтинге 2017 года, мы впервые вошли в группу менее коррумпированных стран. То есть набрали больше 30 баллов. То есть прогресс налицо, а ни одной страны в мире нет полностью победившей коррупцию, поэтому мы в процессе, мы двигаемся. Что касается привлечения к ответственности. Так. Вы знаете прекрасно позицию президента страны, что к ответственности привлекаются за коррупцию вне зависимости от должностей и рангов. И это на практике доказано в Казахстане. Я думаю, здесь все присутствующие согласятся, в том числе гость, который задает вопрос. У нас привлечены за коррупцию два бывших премьер-министра, ряд министров, руководителей национальных компаний, Акимов областей. То есть никакая должность, она сейчас не является защитой от уголовной ответственности. Если человек совершил коррупционное преступление, он будет неминуемо наказан. Серик, а у вас ваше свое личное мнение? Ну, я полагаю, это было на несколько лет, может быть, два года назад. Мы действительно слышали о крупных задержаниях, но сейчас, к сожалению, таких новостей все меньше. И вот мне хотелось бы еще один вопрос. Можно задать? Да, можно. Не секрет, что на сегодняшний день общество все больше хочет управлять государством самостоятельно. И в этой связи одним из таких действенных инструментов является именно социальные сети, которые налаживают контакт между народом и государством. И в этой связи я хотел бы спросить, насколько вы планируете, чтобы общество участвовало в борьбе с коррупцией? Какие вот меры для этого принимаются? И когда вы будете вот уже в социальных сетях, видите ли себя, может быть, в социальных сетях? И как ваше ведомство будет работать вот именно в этом плане? Серик, да. И еще хотелось бы потом спросить у вас, а что лично вы предлагаете вот как юрист? Ну, я предлагаю, чтобы общество более активно участвовало в борьбе с коррупцией. Чтобы это было не просто, вот у нас есть формальный общественный совет, там есть несколько, там, 2-3 человека, которые участвуют и формально посидят на заседаниях. И на этом и заканчивается. А мы хотим, чтобы именно представители социальных сетей, у которых есть очень много подписчиков, которые бывают услышаны народом, чтобы они участвовали в принятии каких-то серьезных решений. Хорошо, хорошо, Серик, спасибо. Спасибо, услышали, спасибо. Я отвечу по порядку. В этом году, в текущем году привлекаются к уголовной ответственности 2 вице-министра энергетики, все это знают. Буквально недавно был задержан руководитель департамента госдоходов по Южно-Казахстанской области, департамента госдоходов по Павлодарской области. Если кто не знает, департамент госдоходов – это структура, объединяющая в себе 3 структуры – таможня, налоговая и служба экономических расследований. То есть это достаточно крупные руководители. И, как еще раз я сказал, никто от ответственности не уйдет. Что касается участия общества, общественности, Серик, к сожалению, наверное, не знает. Сейчас агентство очень активно работает по взаимодействию с общественностью. У нас при агентстве существует специальная мониторинговая группа. Здесь в студии присутствует Айгуль Сагадибекна Соловьева, руководитель этой группы. Мы взаимодействуем с всеми желающими, кто хочет проявить себя на ниве противодействия коррупции, кто имеет активную гражданскую позицию. Здесь Толиген Байгулов присутствует, первый антикоррупционный медиа-центр. То есть это люди, которые не словом, а делом доказывают, что они хотят, готовы и реально работают вместе с агентством по выявлению и устранению предпосылок коррупции. Спасибо. А тем временем к нам поступают уже вопросы, и вот один от телезрительницы. Вот нам Камшат уже успела прислать вопрос. Из Актау, да, вот он украл деньги на строительство школы или больницы, а сидел годик-другой, выплатил компенсацию, и все, у него голова дальше не болит. Пусть возмещает тот самый ущерб народу, лишил людей больницы, и пусть построит три по всему району. А то опять тендеры, документы, снова воровство. А мы так и ждем нашей школы, больницы, дороги. Вот, по-моему, достаточно резонное предложение, хорошо, ущерб возместил в казну, а пока эти деньги дойдут снова до поселка, сколько лет пройдет. У нас в студии депутат Мажелеса Айкин Кануров. Хотелось бы спросить, Айкин Урадович, рассматриваются ли сейчас парламентом какие-то изменения вот в области наказания за коррупцию? Может быть, предложение Камшат из Актау, да, тоже можно будет рассмотреть и взять в работу? Да, я стопроцентно согласен в том, что законодательный орган обязательно должен поддерживать инициативы главы государства, ну и, соответственно, наших борцов с коррупцией. И это время от времени происходит, как мы все прекрасно знаем. В Казахстане одним из первых был принят закон о выборе без коррупции. На сегодняшний момент, с 1 января 2016 года мы работаем по закону о противодействии коррупции. Ну и последние изменения и дополнения были внесены в июле прошлого года. Если будет социальный заказ, если будут какие-то пожелания со стороны борцов с коррупцией, мы, в принципе, готовы всегда это рассмотреть. Ну и, соответственно, принять необходимые поправки к действующей закону. Спасибо. И, насколько я понимаю, вот и вы также, да, хотите внести свои определенные дополнения, свои предложения, как раз-таки, возможно, и в парламент для того, чтобы можно было рассмотреть более эффективной борьбы? Законотворческий процесс, он идет непрерывно. Постоянно нами вносятся инициативы о совершенстве тех или иных законодательных актов. Сейчас в Можилисе парламенту находится на рассмотрении законопроект о внесении изменений по вопросам противодействия коррупции. Какие, если не секрет? Ну, там целый пакет. А наиболее интересные? Целый пакет. Ну, я бы лучше, может быть, сказал о тех инициативах, которые мы, как агентство, сейчас хотим и инициируем внести с тем, чтобы имплементировать лучшие мировые стандарты. Это, к примеру, ответственность за незаконное обогащение, ответственность за обещание предложения взятки. Это те нормы, которые мировым сообществом признаны, и мы ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции, где предусмотрены эти вопросы. Затем мы, по рекомендациям экспертов ООН, также они раз в три года проводят мониторинговый раунд, оценку Казахстана и выдают рекомендации. Вот в рекомендациях ОСР есть вопросы о необходимости введения таких норм. Агентство сейчас активно в этом плане работает. Спасибо. Я напоминаю, что это программа онлайн, и сегодня мы обсуждаем борьбу с коррупцией. Мы работаем в прямом эфире и в прямом смысле онлайн. Пишите нам на WhatsApp, присылайте сообщения на наши электронные адреса. Вы прямо сейчас видите их на своих экранах. Подключайтесь. Итак, это программа онлайн. В прямом эфире телеканала Хабар. Мы говорим о коррупции, и остановились мы на наказании. С нами сегодня Айгуль Соловьева, председатель специальной мониторинговой группы по внешнему анализу и противодействию коррупции. Айгуль Сагадебек, ну вот как вы считаете, достаточно ли строго сегодня караются наши коррупционеры? И отпугивает ли это? Мы сегодня говорим о том, насколько эффективна вообще борьба в целом. Где-то в каких-то странах расстреливают, где-то сажают тюрьму на длительные строки, где-то может быть меньше. Ну, в первую очередь я исхожу и из положения Конституции, в которой мы цивилизованное светское государство. И поэтому у нас не стоит задача, чтобы половина наших граждан или населения находилась в тюрьме. И то, что вот задали вопрос о том, что вот они могли бы построить три больницы. Но у них возмещение, оно соразмерно. Вы видели, там 200 тысяч, а сколько миллионов за это, ну, как бы, погашают или возмещают государству. Ну, видите, это же вопрос уже двойной, да? Это же необходимо строить опять это тендеры, это опять это и закупки. Вы знаете, это можно процедурно посмотреть, потому что, ну, тендеры это тоже должна быть прозрачная процедура. Но, вы знаете, у нас по снижению тюремного населения, и если мы еще возьмем этого коррупционера, посадим в места заключения, будем его кормить, поить, охранять, то во сколько он нам обойдется? Тогда давайте его просто отпускать, да, как бы забирать деньги? Не отпускать, а он должен возмещать, вот как по закону положено, в несколько раз эти суммы. А рецидива не боитесь потом? А? Рецидива. Например, да, он возместил нам ущерб, скажем, а потом опять вошел в какую-нибудь, по умолчанию, коррупциогенную структуру. Ну, психологически, да, коррупционер это жадина, ну, так, если простым языком сказать. И если у него отняли самое дорогое в 10 раз больше, я думаю, что рецидив, он значительно ниже будет, чем то, что, тем более у него по закону нет возможности работать в государственных органах, и уже не будут допускать к закупкам. И потом я хотела просто по поводу того, что вот сколько высокопоставленных, вот мало, но мы должны соразмерность понимать и пропорциональность. У нас высоких чинов, это доля там 1-5 процентов. И поэтому сажать столько же, сколько акимов, допустим, сельских округов, когда у нас их почти 2,5 тысячи, ну, наверное, это несоразмерно, когда министров, допустим, 16. Я согласен с этим, да, мы не призерываемся, в принципе, цели, сейчас пересажать, я не знаю, там, какое-то количество истеблишмента, да, но необходимо... Да, у нас, я буквально добавлю, у нас, вы знаете, за взятку предусмотрены кратные штрафы по приговору суда, то есть либо штраф, либо лишение свободы на усмотрение суда. И кратность доходит до 80 раз, то есть миллион тенге, условно говоря, взятку взял, 80 миллионов он возмещает. И вот, как показывает мирная практика, коррупция есть практически во всех странах, и каждое государство выбирает свои способы борьбы с этим злом. Давайте посмотрим. В США за коррупцию предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы, а штраф должен троекратно покрыть сумму ущерба. Куда жестче наказание в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь коррупционерам, как и ворам, отрубают руки. В Таиланде и Кубе за взяточничество полагается смертная казнь или пожизненное лишение свободы. В Китае за коррупцию могут расстрелять, причем публично. К слову, за последние 10 лет в КНР таким образом ушли из жизни 10 тысяч провинившихся чиновников. Отрубать конечности расстрел. На самом деле суровые методы. В нашей студии сегодня присутствует Даулет Кирей Рахметуллин, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Общенациональные движения против коррупции Жанару». Даулет Кирей Рахметуллин, я знаю, вы придержившись достаточно жестких взглядов, да? А вот относительно гуманизации, не надо гуманизировать, скажите, пожалуйста? Или же их необходимо каким-то образом вычленять от той самой, скажем, некоррупционных правонарушителей? Вот первое, хотелось бы рассказать насчет рецидива. Потому что государственная служба, привлеченная к уголовной ответственности, она обратно не будет в государственной службе. И в связи с этим исключается рецидив. Понимаете? Второй... А представляете, он может быть, скажем, занимать какое-то определенное место. Может быть, я не знаю, в квази-государственном секторе, да? Который, может, не так очень жестко регулирован. И, соответственно, может, где-то пособничеством заниматься. Надо поставить вот так, наверное. У нас есть восьмая голова уголовного кодекса. Это бизнес-сообщество относится, их должностным лицам, как регулирует общий, к правовому полю бизнес-сообщество. Есть коррупционные преступления. Один из ст. 361-371. Это должностное преступление не только взятничества. Там злоупотребление служебным положением, провышение полномочий, бездействие власти, подлог, дача, взятка и другие должностные преступления из боков веков идет. Мы сейчас последние 30 лет называем его коррупционным. Это коррупционное слово пришло нам с Америки. Даже не русское слово. И в связи с этим, хотелось бы, вот, общество, включая правовое отношение, не провоцировал на коррупционные обстоятельства государственного служащего. И вот эта часть, когда гражданин идет свои проблемные вопросы решать, мы эту часть, мы сейчас называем преступление бытового характера, бытового коррупции. Вот этой части сейчас, работая общественность, начиная от господина Соловьевой, вся общество наше, да? Хорошо. В общем, сократилось коррупционное преступление. Теперь должностное преступление развивается друг к другу государственные служащие. Хорошо. На ваш взгляд, ужесточать или гуманизировать, скажите? Гуманизация по всему миру идет. Говорят, например, экономические преступления. Сейчас и глава наша ориентирована, и парламентария, и общество. Потому что это договорные отношения. Хорошо. Если одна страна, то в городском правовом порядке рассматривается. Человек, представляете, тот, который идет уже, в принципе, на взятку, он знает, да, ну хорошо, меня не расстреляют. По жизни на меня не посадят, да. Ну, в лучшем, меня даже подарец не возьмут. В лучшем случае, да, я где-нибудь еще найду деньги, и, конечно, может быть, построю школу, это мне даст еще, опять-таки, несколько лазеек для того, чтобы я мог через коррупционные схемы еще заработать. Не считаете ли вы, что нужно сегодня пугать людей для того, чтобы он не брал просто взятки и не шел на эти преступления? А это ведь воровство. Разрешите, я отвечу. И охищение государственного средства. Сейчас мы говорим о коррупции, да, Долюкер Ильич. Достаточно серьезно. Вопрос, и это мировой опыт доказывает, вопрос не в жесткости и даже не жестокости наказания, а в его неотвратимости. И вот самое интересное, что, занимая 122-е место в рейтинге по восприятию коррупции, мы еще и опытом делимся. Вот, например, совсем недавно делегации из Кыргызстана и, внимание, из Австрии приезжали в Казахстан, чтобы перенять наши практики борьбы с коррупцией. Чему мы их научили, чему мы можем научить уже с собой? Ну, в Австрию мы сами ездили, наши делегации во главе со мной были. Хорошо, да, ездили сами, прошу прощения. Да, в Кыргызстане были. У нас очень много чего мы можем поделиться с нашими коллегами, в том числе и европейскими. Когда мы презентуем казахстанский опыт, и те подходы и механизмы, которыми мы руководствуемся, которые мы применяем в своей работе, это вызывает живой интерес, неподдельный. В том числе и в Европе. Я вот буквально, как я говорю, недавно был. Например, какие это положения? Ну, в том числе. Гуманизация, то есть они скажут, ну ничего себе. Гуманизация, это как раз-таки у нас законы жестче во многих моментах. Гуманизация, в том числе наши подходы по взаимодействию сообщественностью, по предупреждению, по антикоррупционному просвещению. Вот мы, будучи в Австрии, встречались с антикоррупционным бюро австрийским, с руководством. И их очень заинтересовал опыт наш антикоррупционного просвещения, то, что мы начинаем еще с детского сада нашим детям в игровой форме преподавать вещи антикоррупционные, доводить до них. У них это идет со средней школы, даже не с начальной, где-то со средней. Поэтому они очень заинтересовались. И мы договорились, что мы на язык переведем, на английский, либо на немецкий. И с коллегами поделимся. Что касается центрально-азиатского региона, наших соседей, здесь Казахстан, без ложной скромности я скажу, мы признанные лидеры. Ну я понимаю, да, признанные лидеры в центральной Азии, поэтому мне было интересно, то есть, чего мы можем австрияков, да, может быть, их миры жестче, но они не на 122 месте, согласитесь. И поэтому, я думаю, да. Недавно, кстати, вышел рейтинг ООН по электронному правительству 2018 года. И мы вместе с Австрией занимаем 25 место в мире среди 193 стран. То есть, в плане продвижения электронных услуг, государственные услуги переводятся в электронный формат, это тоже удар по бытовой коррупции. То есть, здесь нам есть, есть что рассказать, и не надо этого стыдиться. Хорошо, действительно, всех сажать, ну, места не хватит, да, смертная казнь у нас под мораторием, тем более, что населения в стране, ну, не так уж и много. А значит, надо решать эту проблему как-то иначе. Значит, нужно работать над тем, чтобы не допускать коррупции. Это программа онлайн, дорогие телезрители, вы также можете подключаться к нашей беседе, пишите нам. Мы постараемся зачитать все, что приходит на наш мобильный мессенджер, в WhatsApp, а также на почту и в социальные сети. Все контакты сейчас на ваших экранах. Подключайтесь. Итак, это программа онлайн. В прямом эфире телеканала Хабар мы говорим о коррупции, а точнее о том, как с ней бороться, несмотря на ранги, имена и влияния. Перед законом все должны быть равны, как показывает практика, даже самые высокопоставленные чины не застрахованы от разоблачения. Внимание на экран. Ровно год, как вышел на свободу Серик Ахметов, это дело стало, пожалуй, самым громким арестом чиновника высочайшего ранга за последние годы. 11 августа 2015 года экс-премьер-министра, бывшего министра обороны Серика Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы. За многомиллионные хищения, растраты и другие коррупционные преступления у него конфисковали все имущество. Но, несмотря на это, он возместил ущерб государству в 2,5 миллиарда тенге. За аналогичное преступление на скамье подсудимых оказался экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Его приговорили к 10 годам тюрьмы. Судебные тяжбы длились около полугода, а сейчас экс-чиновник отбывает наказание на юге Казахстана в городе Ленгер. В феврале 2014 года за хищение 700 миллионов бюджетных тенге осудили экс-главу Казахстанского агентства по статистике Анармишимбаеву. Сначала ей дали 7 лет, позже срок сократили на 2 года. В феврале она вышла на свободу. И вот по этому поводу, кстати, к нам пришел очень интересный вопрос от телезрителя. Можно ли привлечь к уголовной ответственности так называемого посредника во взяточничестве? Ведь зачастую сами чиновники взятки берут через посредников. Это вот нам борец такой наш написал. На самом деле, Ужас Абайч, посредники это тоже беда, ведь между едой и ртом ложка ведь есть все равно. Вот как она наказывается? Это отдельный состав уголовного коррупционного преступления. Есть ответственность за получение взятки, есть за дачу взятки, есть за посредничество взяточничества. К примеру, я вам скажу, только в текущем году 34 человека уже осуждены за посредничество во взяточничестве. 159 человек за дачу взятки и 298 за получение взятки. То есть, если кто-то берет, значит, кто-то ему дает. Кто-то, может быть, помогает еще, посредником выступает. Все эти лица, все они преступники. Здесь надо это понимать, то есть, когда наши некоторые отдельные граждане говорят, вот почему не боретесь, а сам идет, условно говоря, свои какие-то бытовые проблемы, решает с помощью взятки, он сам преступник. То есть, здесь надо понимать так, что он сам, в первую очередь, должен с себя начать. Быть честным, не давать взятки. И тогда, если все общество объединится и заявит о своей позиции, скажет, что мы не даем, будет намного легче нам побороть коррупцию. И вот, если честно, лично, на мой взгляд, вот такие гигантские хищения, которых мы в сюжете видели, это уже финал. То есть, грубо говоря, результат всего того, что к этому ведет по шагам, ведь все же начинается с мелочей. Верно, говорит Олеген Байголов? Давайте поговорим с вами о том, что такое у нас бытовая коррупция, что значит, что Довлет Кирея Рахметулайович говорил о том, что все начинается с мелочей. Мы вот начало года провели у нас проект «Антикоррупционный недели». Мы в каждом областном центре проводим антикоррупционную неделю. Мы, например, в Южном Казахстанской области провели, вместе даже участвовал сам Аким область. И выездное заседание вместе с агентством Карагандинской и Жамбульской области мы ездили, проводили заседание после антикоррупционной недели. Но мы на сегодняшний день 52 коррупционные риски выявили. Но мы пока в прошлом году в Астане порядок навели вроде спецсионных, других, где оказывают государственные услуги. И мы пошли сейчас по районам, по областям. И буквально вчера в Астане уже в обычном цоне охранник прописку за 10 тысяч продает. Значит, мы получение взятки за посредничество и дачу взятки, вот этот момент, мне кажется, меньше показываем информационно. У нас информационно мы отстаем, мне кажется. Народ просто не понимает. На самом деле, если вот таким образом уличать людей, тех, кто, скажем, за прописки за 10 тысяч, да, я не знаю, там, еще за какие-то мелочи, то у нас и информационных каналов-то не хватит. Или это круглосуточный канал должен быть, чтобы мы рассказывали про каждый-каждый такой случай? Нет, у нас в соцсетях это не обязательно. Мы по телевизору должны показывать, да. Мы у нас в стране, наверное, 70 тысяч. Скажите, пожалуйста, Владимир Собачевич, наказание понесет тот самый охранник, который за 10 тысяч, скажем, продавал прописку, да, и, скажем, тот чиновник, который, я не знаю, растратил больше 2,5 миллиардов тенге, они примерно одинаковые понесут? Потому что, ну, обычно, как мы все знаем, да, там, что за мешок угля у нас там хотели посадить человека в то время, когда даже под арест не берут людей, которые там по 10 миллиардов воруют. Нет, здесь меру наказания определяет суд, но, естественно, суд при вынесении приговора, он исходит из, в том числе, из тяжести совершенного преступления, из личности подсудимого. То есть здесь суд уже сам определяет, что, например, более, на его взгляд, подходящее. Либо оштрафовать его, 80-кратную сумму взятки пусть выплатит, либо осудить его к длительному лишению свободы, до 15 лет лишения свободы. А тому, кто дал взятку эту? В том числе и взятка дателя, то же самое суд оценивает по внутреннему убеждению. Телезритель прислал вопрос, какие условия создаются для госслужащих? Всем известно о мизерных зарплатах. И, соответственно, что это тоже коррупциогенное поле создает. Один из часто задаваемых вопросов. Если чиновник не получает достойный уровень оплаты труда, это один из, конечно, больших коррупционных соблазнов у него возникает. Поэтому работа в этом направлении проводится. На государственной службе, вы знаете, сейчас по поручению президента внедряется факторно-бальная шкала. Вот в четырех госорганах сейчас внедряется, в том числе в агентстве. Я про агентство вкратце хочу сказать. За счет оптимизации лишних управленческих звеньев, к примеру, мы всех кадровиков сократили. Сейчас все агентство 846 человек обслуживает два. Я сейчас скажу и скажу, о чем хочу сказать. Два кадровика на все агентство. То есть мы за счет агентства, кадровиков, юристов, госзакупщиков, мы сейчас оптимизируем. И, соответственно, повышали. В два с половиной раза повысили зарплату. Это только в вашем агентстве? Нет, сейчас все госорганы должны переходить на факторно-бальную шкалу по поручению президента. Они должны изыскать, о чем я говорю, что мы изыскали же резервы внутри. Каждый госорган сейчас должен посмотреть свои внутренние бизнес-процессы, оптимизироваться и за счет этого поднять... Наверное, самый общеизвестный вид коррупции знают водители. Это вот у Легена Вайгулова по этому поводу. Есть что сказать? Ну, это понятно, да. Каждый водитель, можно сказать, каждый третий водитель, когда гаишник останавливает, он в первую очередь старается договориться. Ну, чем платить там 12 тысяч штраф, он на месте хочет развести там за 2 тысячи, да. То есть проблема в чем? Проблема в нас самих, которые дают взятки? Ну, у нас сознание еще не поменялся, что не понимает, что одна взятка, два преступника. Еще раз я говорю, мы отстаем информационно, да. Люди не понимают, многие, особенно вот с регионов, да. Я был в южных регионах, в Алма-Ате живу, это больная тема. Спасибо большое, Леген Вайгулов.